Министру, замминистру финансов, вы можете сказать, во сколько в департаменте работает человек, сотрудников? Вместе с начальником совсем? У нас там два отдела, директор, где-то 12 человек. 12 человек справляется вообще со своими обязанностями? Везде проверять, контролировать? В 2014 году Советы обороны, они внесли рекомендацию в рамках антикоррупционной модели управления Министерством финансов, где предлагалось исключить этот департамент и функции передать другим министерствам и ведомствам. В рамках этой работы мы некоторые функции передали Нацбанку, а также сейчас собираемся передать на аутсорсинг некоторые функции по опробированию. Поэтому в настоящий момент этих штатных единиц достаточно. По опробированию, я так понимаю, вы ассоциации будете передавать, да? Да, если будет лаборатория, которая соответствует всем стандартам, они тоже могут проводить опробирование. А сейчас они входят в этот, проверяющие органы, перечень, департамент? Департамент, да, входит. 12 человек, ну это нереально, вы посмотрите, вот только где ЦУМ или Оржский рынок, посмотрите, вот где продают, да, кольца, да это, там же людей сплошь и рядом обманывают на каждом углу, даже в солидных магазинах обманывают, что уж там говорить. Вы правы, действительно, вот ежегодно где-то 400-500 проверок проводятся и около 80% нарушений. Тогда такой вопрос, в 2016 году сколько штраф наложили? В 2016 году 362 проверки, нарушений выявлено 279 и штрафов наложили 1 миллион 319 тысяч сумм. Ну, мне кажется, здесь нужен иной подход, мы вот так штрафами вряд ли это победим. Здесь должна еще включиться и госантина монополия, я так понимаю, потому что у них, да, функции защиты прав потребителей, да, у них же. Скорее всего, вот то, чем драгметалл занимается у вас департамент, это все относится к полномочиям защиты прав потребителей на самом деле. Если вы клеймение пробирования отдаете, то защита прав потребителей должна заниматься антимонополией. И ваш департамент должен, по идее, быть ликвидирован. Я не знаю, вот три года лежал законопроект, не принимался никаких, вроде проблем не было. У нас осталось полтора года до действия вот кодекса об административной ответственности. Значит, с 1 января 2019 года вступает кодекс о нарушениях. Нужен ли этот закон на полтора года? Да, Сандалович, этот закон нужен, так как в рамках евразийского экономического сотрудничества мы должны проводить надзор. На полтора года этот закон нужен, да? Он и в дальнейшем нужен будет, потому что здесь же вопрос регулирования контроля драгоценных металлов, камней в рамках сотрудничества с ЕАЭС также. Хорошо, спасибо.